Владимир, давайте вы помолитесь, да, и мы присоединимся к вам с нашими зрителями и здесь в студии. Вот в первую очередь я хочу сказать о тех, кто просил молиться за меня. Мне это очень коснулось, потому что иногда мы даже не знаем, о чем молиться. Может быть у нас есть какая-то проблема или какая-то ситуация. И иногда нам нужно помолиться, чтобы Господь нам показал, в чем нашу нужда, или какой вопрос нам надо задать. И мы видим молитву об исцелении. Друзья, давайте будем провозглашать исцеление, стоять в исцелении, потому что мы подвязаемся, мы боремся в соответствии со словом в своей жизни. Когда сатана атакует через немощи, болезни, мы противостоим посредством писания и посредством молитвы. И молитва должна быть провозглашением, молитва исповедания, она и вас вдохновит. И я сам в 2014 году был исцелен от панкреатита, после полутора месяца в больнице. Меня Бог поднял, когда врачи думали, что я умру, потому что все время я славил Бога, молился и исповедовал слово об исцелении, уповая на Господа. Поэтому не сдавайтесь, давайте будем сейчас молиться вместе. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты ответ во всякой нужде. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь исцеление Господе. Мы молимся против грыжи, мы молимся против рака, против различных немощей, температуры, психиатрических заболеваний. Мы провозглашаем Твое исцеление, Господь, в жизни каждого нашего телезрителя. Провозглашаем истину Евангелия в действии в их жизни. И это действие активируется через их исповедание, через их провозглашение Твоей истины. Когда они перестают говорить слова уныния, слова страха, они перестают повторять диагнозы врачей и их предсказания, они провозглашают то, что говорит Твое слово. Потому что Ты сказал словами апостола Павла в первом послании Тимофея, чтобы мы подвязались подвигом веры или боролись борьбой веры в соответствии со словом, с пророчествами. Во имя Иисуса провозглашаем исцеление. И молимся о тех, кто еще не знает даже какие-то вопросы, что-то его мучает. Я молюсь о прояснении сейчас для Вас и более четком понимании своей позиции в жизни, своего места. Господь, дай откровение Твоего помазания, дай откровение Твоей силы, дай откровение Твоего освобождения в жизни каждого нашего телезрителя. И пусть Твоя победа будет явлена в славе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И я хотел бы еще тоже дополнить и включиться в эту молитву. И вы знаете, я верю, что есть большое чудо для кого-то, связанное с жильем, с квартирой, с домом. И сегодня я читал уже свидетельство Катерины, которая говорила, как сверхъестественных ее дети смогли купить дом. Мы верим в сверхъестественное обеспечение Божие. Мы верим в сверхъестественную заботу Божию, как Отца о своих детях. Поэтому, если сейчас вы стоите перед таким вопросом, не знаю, движение с недвижимостью, покупка, продажа квартиры дома, или вам просто нужно решать быстро что-то снимать, арендовать, где-то жить. В общем, я хочу помолиться вместе с вами и вместе с нашими зрителями. Отец Небесный, мы молимся за каждого человека, который оказался в тех обстоятельствах, когда ему нужно решить что-то со своим жильем, со своим домом или квартирой. Переезд, может быть, в другой город или в другой район. Или нужно просто срочно съезжать с квартиры, потому что арендодатель требует этого. И мы молимся сейчас за каждого из этих людей. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем благословение в вашу жизнь. Мы просто посылаем слово благословения в вашу жизнь. Чудесным образом пусть приходят финансы. Чудесным образом пусть сейчас приходят нужные возможности, открываются нужные двери. Пусть просто придет на память, возможно, номер телефона или человек, к которому можно обратиться, и Господь что-то сделает невероятное. Мы молимся и благословляем во имя Иисуса Христа, каждого из этих людей. Мы благословляем вас. У вас будет свое жилье, у вас будет своя квартира, у вас будет свой дом, у вас будет место, где это будет тихая гавань, в которую вы можете спокойно приходить, перезагрузиться, отдохнуть.